Вы говорите о том, что Байден лично блокирует ленд-лиз, поставки ленд-лиз. Я правильно вас услышала? Байден, сейчас я вам скажу, когда я говорю Байден, я подразумеваю не его. Я думаю, что он уже не, его антенна не ловит все каналы, что он этим управляет. Я думаю, что это Байден, Обамовская, Клинтовская и Бушевская такая клан у нас в стране, который создался, которые сидят в Конгрессе, есть группа людей, которые сегодня управляют. Я не говорю, что они тормозят ленд-лиз, я говорю, что они предают Украину. И вместе с Украиной предают и нашу страну, наши ценности, американские. Это предатели. Вот я не боюсь сказать, это предатели. И те, которые пытаются отмазать их от этого и говорить, не слушайте табаха, не ходите, Байден делает все правильно, все идет, вот сейчас вы получите, вот уже четыре пошло, вот еще две пошло, вот еще немцы дали один снаряд, вот еще испанцы. Нет, это предатели, это коллаборанты с этими предателями. И говорят, не ходите на демонстрации, не слушайте табаха, не звоните конгрессменам, сенаторам, не надоедайте. Он пытается поссорить Украину с Соединенными Штатами Америки. А я считаю, нет, надо продолжать. И надо, как ваш президент уже говорит, слушайте, вы что там делаете? Вы хотите, чтобы уже надо... И я считаю, что украинские власти, я никогда не вмешиваюсь в вашу... Вы должны сказать, а мы к Трампу сейчас обратимся вообще-то. И я вот думаю, что эти власти, они как раз поймут, что Украина больше с ними и общество, мировое общество с ними не играет. И что в ноябре они все вылетят, если они это не сделают. А если мы будем с ними танцевать, продолжать это, то они никогда вам ничего не дадут. Давайте...